Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Лучше этому бесконечно просто рад. Мне эти мужские пятницы так надоели, и понедельники так надоели вообще. Да, ну и сегодня, кстати, среди гостей у нас будут только представительницы прекрасной половины. Вот я как раз об этом. Да, в очередной раз мы во втором части после 12.05 будем говорить о проблеме устройства детей в детские сады. И как раз сейчас тот самый период, когда родителям ребятишек выдают путевки в детский сад. Там снова есть проблемы, снова недовольство. Поговорим об этом во втором части вместе с... Причем, Володь, что интересно, все те же самые проблемы, о которых мы говорили год назад. Несмотря на то, что вроде как система-то пытается совершенствоваться, да, что-то там происходит, какие-то подвижки. Ну как-то, видимо, не в ту сторону все совершенствуется. Вот то, что было, то и остается. Это очень удивительно. Родителей недовольных немало. Мы будем говорить на эту тему с Аленой Чесноковой. Это представитель ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области, эксперт Общероссийского народного фронта. Ну а наша первая тема и наши гости. Это марафон «Добрая вятка». Если вы еще не знаете и не слышали о чем, то сейчас мы подробно расскажем. Во-первых, будет нам подробно об этом рассказывать Ксения Крашихина. Это главный специалист отдела по делам молодежи, управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации нашего города. Ксения, добрый день. Добрый день. И вам компанию сегодня составляет Юлия Барамзина. Это представитель некоммерческой организации «Будущее без насилия и наркотиков». Всем здравствуйте. Добрый день. Вы, Юля, сразу уточнила, то есть один из проектов, который вот в рамках вот этого марафона «Добрая вятка» реализуется. Ну, чуть позже мы перейдем, да, собственно, к этому проекту. Но для начала, Ксения, хотелось бы в целом, чтобы вы рассказали о том, что собой представляет марафон «Добрая вятка». Если не ошибаюсь, мы в прошлом году говорили. Был такой, был. На эту тему. И он марафон-то такой весенний, да, вот как раз апрель месяц. Да, безусловно. Давайте расскажем, да, с чего все начиналось, откуда возникла идея. А потом уже к наполнению перейдем непосредственно. Да, нужно немножко в историю, наверное, вопроса уйти. Дело в том, что до марафона «Добрых территорий», который идет второй год подряд, на территории Кировской области и города Кирова, у нас, вы знаете, такая существовала очень традиционная акция, которая была на протяжении многих-многих лет. Всеми поддерживалась эта весенняя неделя «Добрая». Но она была всего лишь неделю. И в эту неделю, конечно, не все волонтеры могли раскрыться, показать, на что они способны. Ну, вы начинали, видимо, с малого. Думали, что вдруг... Ну, много лет начинали с малого, да. Думали, вдруг добра не так много окажется. Да, давайте сначала недельку сделаем. А на самом деле, добрых дел больше. И сейчас уже марафон «Добрых территорий» идет три недели. В этом году с 3 апреля по 22 апреля. Что такое марафон «Добрых территорий»? Цель марафона — это объединение усилий и ресурсов органов власти, представителей общественности, бизнес-сообщества, средств массовой информации для того, чтобы, во-первых, обратить внимание людей на добровольческие действия, которые окружают нас на самом деле везде. Но, может быть, не так много людей об этом знают. И, естественно, обратить внимание на какие-то острые социальные вопросы в нашем обществе и проблемы. Ну, например, в рамках марафона «Добрых территорий» волонтеры активно начинают помогать, например, социально защищенным слоем населения. Уточним, речь идет о добровольном порыве, да? Конечно, да. О волонтерах. О волонтерах, да, безусловно. О добровольческих действиях. То есть мы пытаемся транслировать и показывать лучшие добровольческие практики, которые существуют на сегодняшний день. Участниками марафона могут стать все желающие. Это и школьники, и студенты. И активно принимают участие, например, у нас представители общественности, которые состоят в центрах местной активности. То есть это люди, которые очень болеют за свои дворы, территории и так далее. То есть возраст участников неограничен? Возраст участников совершенно неограничен. Ноль плюс? Да, конечно, ноль плюс. И старый млад. Да. Ну, на самом деле, очень хотелось бы тут затронуть такую тему, что бизнес-сообщество не очень пока еще активно принимает участие в марафоне. Очень хотелось бы, чтобы были не только общественные организации, не только органы власти, которые способствовали этому, но и представители коммерческих структур. Простите, вы от бизнеса тут каких действий ждете? В чем роль предпринимателей, на ваш взгляд, нужно быть? Бизнеса, ведь она бывает очень, бизнес бывает социально ответственный бизнес. Просто для многих это просто денежный мешок какой-то. Вот дайте денег, мы тут что-то сделаем. Не, на самом деле, просто даже работники же там какого-то предприятия коммерческого могут подключиться и сделать что-то доброе в рамках этого марафона. Вот все. Не, ну добровольцы же, когда начинают проводить какие-то акции, они же обычно обращаются все-таки к бизнес-сообществу, чтобы помогли финансово, там, организационно или как-то еще. То есть такая-то помощь есть? Ну, безусловно, да. То есть, конечно, общественные организации, они привлекают партнеров к этому марафону. Но вот если мы возьмем по итогам прошлого года, то у нас партнеров было привлечено даже 218 организаций. Но, конечно, здесь не только является бизнес-структурой, но разные. Ну, бюджетные учреждения, например, все же, да. Да. Вообще, если говорить по итогам, то по городу Кирову непосредственно, то в прошлом году вообще участие в этом марафоне приняло больше 22 тысяч человек. Это по городу Кирову? Да, по городу Кирову только. Там по области значительно больше цифры будут. И если говорить о волонтерах непосредственно, то есть, понимаете, есть волонтеры, которые организуют мероприятия, да, и сами ходят, что там делают и так далее. А есть люди, которые мы привлекаем, да, к этому, то есть, которые там, ну, сами являются просто участниками, например, мероприятия. Вот. Так если говорить конкретно о волонтерах, то это более 2,5 тысяч человек. Это те, кто занимался организацией мероприятий? Да, организацией, да, мероприятий. В городе Кирове, опять-таки, да, в прошлом году? Да, да, да. Я бы про город Киров говорил. Ну, если их всех вместе собрать на площади, большая толпа получится. Ну, да. Ну, вот как раз-таки марафон, наверное, это одна из таких единственных, одна из единственных акций, которая действительно объединяет всех волонтеров, и их просто усилия, и интерес даже как-то повышается вообще, в принципе, к добровольческой деятельности, вот именно в этот период. И волонтеры, казалось бы, где-то они что-то делают, конечно, какие-то свои отдельные проекты реализуют, но вот в доброй вятке они показывают себя, конечно, на все 100%. Давайте дадим совет. Вот сейчас можно включиться, да, в этот марафон? Вот сидит сейчас кто-то слушает нас. Есть свободное время. Добрый кто-то очень нас слушает, это может быть даже предприниматель. Есть свободное время, прям вот доброе-доброе сердце. Куда прийти, куда обратиться, чтобы влиться в эту деятельность? Можно, конечно, обратиться в отдел по делам молодежи, это ко мне в первую очередь, и дальше мы уже посмотрим. А телефончик дадите? Да, человек может подключиться. Мой телефон 54-61-16. То есть можно просто позвонить по этому номеру, да? Можно просто позвонить, да. Можно сказать, Ксения, добрый день, вот я добрый человек, хочу поучаствовать. Я думаю, что так будет даже лучше, на самом деле, потому что, если, тем более, у человека нет опыта участия, и он вот прямо готов-готов, но не знает, куда... Может, у него даже мысль какая-то есть, может, акция какая-то в голове сложилась, он просто не знает, как вот так взять, выйти на улицу и сделать это. Вот, мы его сориентируем, тем более, что марафон, на самом деле, в этом году имеет три направления основных. То есть первая неделя посвящена здоровому образу жизни и спорту, вторая неделя посвящена социальным акциям и третья экологии. Понятно, в год экологии. Сейчас началась, да, 10-го числа, вторая неделя. А все по здоровому образу жизни закончилось? Вы знаете, хотя у нас концепция марафона, безусловно, это дни единых действий, то есть ставлен план. Кстати, я все-таки хочу оговориться о том, что основным организатором марафона является Министерство спорта и молодежной политики в Кировской области. И, соответственно, муниципальное образование, так же, как город Киров, просто включается в этот марафон. И, соответственно, специалистами этого министерства разработан план действий, концепция, которая нас призывает к дням единых действий. То есть, например, есть мероприятие такого-то числа, и желательно, чтобы все в этот день провели это мероприятие. Ну, понятно, что не всегда это получается, но в любом случае мы стараемся придерживаться данной концепции. И даже если сейчас, допустим, человек хочет на этом этапе подключиться к участию в марафоне... Но тема не попадает. Ну, тема, вот ему здоровый образ жизни нравится, но она вроде как прошла до первой недели. Нет, он мне не нравится, но я хочу как раз поэтому подключиться, чтобы он мне понравился. Вот, но я думаю, что здесь все равно проблем никаких нет. Просто можно до конца, то есть до 22 апреля, все равно реализовать все свои задумки, все свои идеи. Мы в этом поможем. Ну, давайте немножко расскажем, какие спортивные мероприятия-то были проведены. Я знаю, что на сайте администрации нашего города есть небольшой материалечек, посвященный этой первой неделе. Там всевозможные разминки, зарядки проводились, да? Да, все верно. На базе образовательных учреждений? Конечно, да. Начался по возможности, где-то смогли провели марафон «Бегом за добром». «Бегом за добром». «Бегом за добром». Название такое забавное сначала, когда прочитал, не понял, куда же они побежали-то. Я думаю, что это, скорее всего, как просто акция, знаменование начала марафона. И просто у нас есть такие флаги красивые, «Добрая вятка». И вот все, кто принял участие в подобных мероприятиях с этими флагами, там осуществили пробежку, да, и, в общем-то, показали, что они здоровый образ жизни. И сфотографировались, и, в общем, красиво очень открыли марафон. Вот как, в здоровом теле здоровый дух, да? То есть начинаем со спортивной составляющей, чтобы как-то «ух». Нет, я просто посмотрел, я помню, как раз фотографии, мы откуда-то из северных районов, там тоже прошел этот марафон «Бегом за добром». Такая фотография, такие активные пенсионеры стоят, и написано «Сбегали за добром». Я думаю, куда они сбегали? Вот, честно говоря, не знаю, за каким таким добром. Слово «добро» довольно многообразное. Причем первое это его значение, оно как раз материально-товарное. Да, ну что, интересно. Потом подискуссируем на эту тему. Да нет, это просто этимология этого слова изначально «добра». Простите, но пришла пора все-таки небольшую паузу нам сделать. Мы вернемся через полминуты буквально. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В нашем регионе проходит марафон «Добрая вятка». Второй уже по счету, первый проходил в 16-м году, и мы беседуем на эту тему с Ксенией Крашихиной. Это главный специалист отдела по делам молодежи, управления по делам молодежи, физической культуры и спорта нашего города, администрации нашего города. И Юлия Барамзина, представитель некоммерческой организации «Будущее без насилия и наркотиков». Первая неделя спортивная в рамках марафона позади. Это неделя не спортивная, а неделя здоровому образу жизни посвященной. Да, здоровому образу жизни. Немножко шире, чем просто пробежка. Здоровый образ жизни, он многогранен. На этой неделе социально значимы им всевозможные вещи. Мы чуть позже к ним перейдем, но все-таки, чтобы Юля не скучала, ей хочется слово тоже предоставить. Расскажите, пожалуйста, что же за организация такая «Будущее без насилия и наркотиков» и какую роль вы в рамках марафона играете? Всем еще раз добрый день. Расскажу о нашей организации «Будущее без насилия и наркотиков». И вообще цель нашей организации – это проведение различных мероприятий, лекций, бесед для детей и родителей, показывающих значение здорового образа жизни вообще в формировании ребенка и взрослого, как примером. Где вы занятия эти проводите? Занятия эти проводятся в школе, на базе детских садов, на базе… То есть вы такая гастролирующая организация, да? Да, то есть мы посещаем практически различные направления вот этих образовательных учреждений нашего города. И вообще цель организации – успешные люди хотят показать своим примером, что добиться именно успеха и счастья, соответственно, только лишь подключившись вот к этому вот течению здорового образа жизни. То есть следя за своим здоровьем и развиваясь именно со всех сторон. То есть вы на конкретном примере, да, рассказываете? Вообще в какой форме проходят у вас эти встречи в школе? И что за люди участвуют? И приводят каких-то людей, которые достигли успеха именно благодаря тому, что не курили, не пили и не безобразничали, да? Ну, можно и так сказать. Директор нашей организации Оксана Лихачева, если вот мы только что говорили о бизнес-сообществе, это как раз известный человек в нашем городе, она является и бизнес-тренером, и коучем города Кирова. Так вот, директор Оксана Лихачева решила как-то проявить себя активно. Именно в социальной сфере открыла вот эту вот организацию. Она плюс еще 10 волонтеров, люди, которые выходят вот в эти вот образования и читают какие-то лекции. Это беседы. Мы поднимаем важнейшие вопросы, которые касаются как детей, так и родителей, и освещаем их с разных сторон. То есть беседа у нас предполагает некий интерактив. То есть дети тоже вот как бы беседуют с вами именно. Это не просто лекция, пришли, там рассказали, ушли, да? А именно вот беседа проходит. Да, обязательно. То есть мы спрашиваем их мнение, рассказываем просто информацию, даем ее как факт. И в итоге проводим небольшую рефлексию, то есть анализ вообще проведенного мероприятия. И пообщавшись, оценив вообще проведенное мероприятие, почитав отзывы, понимаем, значимо оно было или нет. И некоторые отзывы ребят вообще шокируют. То есть дети говорят, что вот да, мы пришли, прочитали какую-то лекцию о здоровом образе жизни, о вреде наркотиков и так далее. А дети пишут, что проводите такие мероприятия как можно больше, приходите к нам еще, мы чувствуем, что вы можете спасти чью-то жизнь. То есть когда вот ты это читаешь, ты понимаешь, что ты делаешь на самом деле нужное и благое дело. А в рамках марафона? Да, в рамках марафона мы обязательно подключились. И, во-первых, как читали, так и продолжаем читать эти лекции в общественных различных образованиях. Но дополнительно еще прочитали лекции в спортивных образованиях, в спортивных школах, школа «Салют», школа «Быстрица». То есть пообщались не только с ребятами, но и с ребятами-спортсменами, для которых... А их-то в чем убеждать уже? Они-то вроде как чисты тут. Вот именно. Без всяких подозрений. Ну разве что мельдоний какой-нибудь принимают. Чтобы они еще раз тоже осознали, насколько важно соблюдение здорового образа жизни. Да, мы уже говорили, это не только занятие спортом, то есть во всех сферах его проявления. Для достижения личных и для ребят-спортсменов спортивных побед, то есть спортивных результатов. А может быть вам как раз в спортшколы ходить? Вот там же люди, которые, по идее, вместе с вами должны ходить на эти мероприятия. Может, вам их заагитировать? Да мы будем только рады, если активные спортсмены к нам подключатся, будем счастливы. Потому что ждем, ждем. Какой еще может быть пример лучше, чем когда придет красивый физически разный парень с улыбкой? Или девушка. Или девчонка, да. И просто вот, смотрите, вот какими вы можете быть, если... А сколько вы эту работу уже проводите? Вообще наша организация функционирует чуть меньше года. И вот если говорить тоже о каких-то данных, на данный момент мы прочитали лекции для около 8 тысяч слушателей нашего города. Это дети и родители. И чтение проводили 10 волонтеров. То есть вот за этот учебный год. А вообще в организации разделить на 10 число 80 тысяч, это что ж, каждому... 8 тысяч. 8 тысяч. Каждому 800. Я хотела бы еще добавить за то, что вообще вот эта организация действительно существует недавно, но настолько эффективно работает, настолько внедрилась она вообще в социальную сферу. И являются просто очень помощником, большим для нас и нашим партнером не только по проектам, которые по профилактике идут, но также мы работаем по проектам по молодежному предпринимательству, по поддержке молодой семьи. То есть у них марафон добрых территорий круглогодично продолжается. В общем, у вас не обязательно 2 апреля было начинать, да вы и так все это делали? То есть мы не закончим, мы только набираем обороты. И вот опять же, вот если подойти к этой неделе, неделя социальная, мы также принимаем участие. И вот прорекламирую немножечко, точнее призову людей подключиться к нам в эту среду, 15 числа, ой, 12 апреля. 12, да. День космонавтики, день космонавтики, да-да-да. Да, все верно. У нас будет улетный сбор вещей и книг для детей из детских домов. Для космической экспедиции какой-нибудь. Ну, все немножечко попроще, но тем не менее, не менее значимо. Находимся мы в торговом центре Крым, 6 этаж, будущее без насилия наркотиков. То есть туда можно, да, приносить вещи? Что именно? А что? Предметы, одежды, обуви для ребят из детских домов, для детей 8-18 лет. Также книги какие-то. Все это передастся в детские дома нашего города. Какие именно? А, в первую очередь, это первый детский, первый интернат, интернат номер 1, да, в районе Нововятска. А также школа для детей с коррекционной направленностью, которая находится на улице Держинского, Филейка. Как часто вы проводите такие акции, сбор вещей в том числе? Сбор вещей будет первый раз. Первый раз. Призвали всех подключиться. Хорошо, понятно. Я сейчас поясню слушателям, наши гости, они еще и договорились со своими коллегами, да, которые тоже участвуют в марафоне. Добрая вятка. У нас сейчас на телефонной связи Ольга Шишкина. Это заместитель председателя Совета молодежи завода АвиТек. Давайте узнаем, как и витековцы молодые участвуют в этом марафоне, какие проекты, какие акции. Ольга, добрый день. Добрый день. Добрый день. Очень интересно послушать именно о вашем участии в этом проекте. Что вы делаете конкретно? Ну, мы уже участвуем второй год в доброй вятке. В том году у нас было проведено 9 акций. Какие? Конкретно. Какие? Ну, да, чтобы понимать. Это чемпионат по планке. Что, что, что? Чемпионат по планке. А чемпионат по планке, это когда вот так застывают в этой позе в такой стране, это планка называется, недавно узнал. Включаем пресс. Да, дальше мы просматривали фильм «Гагарин первый в космосе». Это у нас была тематическая встреча. Также мы участвуем каждый год в акции «Белый цветок» совместно с профсоюзом. Это акция противотуберкулезная, да? Да, да. Дальше мы участвуем в день велосипеда. День велосипеда? Да. Ага. У нас специально сделана была парковка для велосипедистов. А много у вас вообще витеков на велосипедах едет? Ну, вот в том году было 20 человек, которые ездят. А в этом еще не было этой акции? Нет. А в этом году в концепции не заявлено. А, то есть в этом году без велосипедов, да? Да. Жаль. Также зарядки к нормативам ГТО. У нас была акция. В этом году мы вручили уже 5 значков. Наградили 4 золотых и 1 серебряный. Также мы участвовали в акции «Раздельный сбор домашних откотов». И, конечно же, в акции «Георгийская ленточка» и они ковали победу. Ежегодно. А в этом году? Кроме того, что велосипедистов не будет, что будет? Вот в этом году мы планируем выступать на радио у нас в своем, на заводском. Ой-ой-ой. По укреплению здоровья. Конкуренция? Говорю, на радио. Там тоже есть радио. Я совершенно забыл, что... Ну, у нас есть свое заводское радио, да. Я совершенно забыл, что раньше было принято, ведь, да, в организации... На каждом заводе было свое радио. Своё местное радио. О чём вы будете говорить в эфире? Вот мы конкретно в акции «Укрепить своё здоровье» и «По правильному питанию» рассказывать. Ага. Правильное питание. Эти темы неспроста наверняка берёте, они как-то интересуют и волнуют заводчан-то, да? Да. У нас каждый день в 10 часов проводится производственная зарядка. Это всё предприятие делает зарядку, да? Да, да. Это как в старые добрые времена, а? Ну, что-то осталось, да. Ну, это же хорошо. Да, слушайте, а велика ли аудитория-то радиослушателей вашего? Ну, вот радио, это хватает примерно 2500 человек. Непосредственно на территории, да, всё вот? Да. Эти громкоговорители. Ясно. Эффект от этих акций и мероприятий вы какой видите, ощущаете? Ну, больше людей стало обращать внимание вот на все эти добровольческие акции, благотворительности. Они, особенно молодёжь, активно участвуют. Вот я слышала, когда подключили, что рассказывали про школу-интернат номер один. Вот мы к ним иногда тоже приходим, проводим у них верёвочные курсы. Какие курсы? Верёвочные курсы. А это что? А это когда растягивается? Нет, ну, это такое просто развлекательное мероприятие. Различные этапы, вот дети проходят. Это когда ползать надо, да? На сплощение. На сплощение, да. Да. То есть для коллективизации. И так же мы в этом году тоже пойдём к ним. Они нас просили помочь им с бумагой и с вещами тоже. И этим вы тоже занимаетесь, да? То есть и сбором каких-то вещей и предметов, да? Ну, в целом-то мы, Ольга, понимаем, что вы круглогодично, собственно, проводите какие-то мероприятия. Ну да, у нас какие-то... Не ограничивайтесь марафоном. Не ограничиваемся. У нас есть какие-то ежегодные. То есть план мероприятий на все 12 месяцев какой-то существует, да? Да, конечно. Да. Ещё вот у нас, я бы хотела сказать, что в этом году мы совместно с Молодёжным советом Федерации профсоюзных организаций Кировской области собираем игрушки для детей в дни гематологии. А где сбор происходит? Ну вот сейчас мы у нас на заводе организовали, приносят вот ко мне лично игрушки. А если мы не работаем на заводе, можем поучаствовать? Просто может любой человек принести в сам дни гематологии. Просто туда, в ней гематологии, да? Да. Ну что ж, успехов вам больших. Ольга Шишкина, заместитель представителя Совета молодёжи завода АвиТек. Нам сейчас нужно сделать рекламную традиционную паузу, и мы продолжим через пару минут. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Марафон «Добрая Вятка» проходит в нашем городе, да и в целом в регионе с 2-го, нет, с 3-го, да? Я так понял, что вообще во всей России сейчас проходит курс? С 3-го по 22 апреля. То есть это не только в Вятке проходит? По регионам вы имеете в виду? Да, ну то есть вообще в России это проходит сейчас, да? В России это проходит, да. Просто я не могу сейчас сказать, в скольких регионах. Дело в том, что это вообще вот такой формат акции, он был, конечно, не придуман здесь, да, в Кировской области. Он был взят уже из других регионов. Там уже давно это успешно существует. Ну, тут просто говорили название, что «Добрая территория». Вместо «Территории» в каждом регионе, значит, добавляют свой топонин. Да, кстати, вот ещё не сказал о том, что по итогам... Например, «Добрая Рязани» есть, да? Может быть. А почему же и не быть «Добрая Рязани»? Ну, конечно. Сейчас не смогу перечислить, какие у нас есть. Нет, это просто как бы такая российская акция «Добрая». «Добрая территория» и смысл-то в чём ещё? Что по итогам этого марафона будет создана интерактивная карта «Добра», где будут отмечены вот как раз-таки важные... Где больше «Добра», где меньше? ...точки, ну, по, допустим, нашей области, да. Все же муниципалитеты принимают, конечно, участие. Но в любом случае это вот что-то планируется такое интересное, интерактивная карта «Добра». И организаторы вот это придумали, и мы с удовольствием ждём, что это такое будет. То есть там можно из этой карты будет узнать, где что происходит, да? Да, конечно, где что происходило в рамках этого марафона. Не в том плане, что здесь синим цветом покрасят, здесь не «Добрая территория», а здесь «Красным» здесь «Добрая» нет, конечно, да? Ну, конечно, не в этом смысле. То есть это будет создан отдельный интернет-ресурс какой-то, да? Отдельный интернет-сайт, где можно... Вряд ли отдельный будет создан, я думаю, что на сайте молодёжной политики, вот областной мы точно увидим это, да. А, ну, кстати, там сайт-то есть. Молодой 43. Молодой 43, довольно интересный ресурс такой. Ещё с одной из участниц данного марафона хочется пообщаться. Это Ирина Козловских, представитель фонда «Земля жизни», Ирина Эколог. Ирина, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Позвольте полюбопытствовать, вы чем будете конкретно заниматься в рамках марафона «Добрая ветка». В рамках марафона мы предлагаем учебным заведениям принять честь в наших акциях. Мы рассылаем экологический урок, направленный на изменение сознания вообще молодёжи об отходах, про раздельный сбор. И также мы проводим акцию «Однотонна добра». В её рамках мы собираем макулатуру, мы её выведем и обменяем на саженцы. Так, у нас сегодня очень много сообщений про сбор. Логично поинтересоваться, где, собственно, чтобы наши слушатели знали. Куда нести макулатуру? Школы должны подать заявку. А если мы не школьники? Мы только с учебным звеньем работаем. Только с учебным звеньем. Я со своей макулатурой пока подожду, да? 22 апреля у нас будет сбор в рамках проекта «Гятка без мусора» у Дворца молодёжи. На Красноармейской? Туда мы можем принести макулатуру, да. Весь мусор ко Дворцу молодёжи поднесем 22 числа. Макулатуру, а не мусор. Это разная вещь, вторичный ресурс. Что ещё? Что ещё запланировано? У нас два мероприятия. Вот эти два мероприятия, да? И всё? Да, да. Какое количество горожан у вас такая цель охватить этими мероприятиями? Ну, мы больше работаем не с городом Кировом, а с областью. Именно чтобы районы области были охвачены. То есть с районами области? Да, потому что в Кире макулатура достаточно легко, а вот из районов её обычно не вывозят. Ну, это сложно вывезти. Сейчас вообще с транспортом проблемы. Да и с дорогами тоже не очень хорошо. Подождите, вы предоставляете транспорт, да? Мы собираем заявки, да, и наш партнёр потом вывозит по графику. То есть транспорт как бы с вашей стороны, да? Да, транспорт с нашей стороны. Вот это главное решение всей проблемы, собственно говоря. Ну, серьёзный подход, да. А потом куда макулатура? А макулатура отправляется к заготовителю и потом едет на предприятие по переработке. Из неё делают туалетную бумагу, сетради. Ирина, а вот саженцы, на которые вы вымениваете, вы потом как их высаживаете, где? Мы передаём саженцы, и школы самостоятельно высаживают. Вот тем школам, которые участвуют в акции, да? Да. И они уже сами решают, где всё это высаживать? Да, скорее всего, они просто будут облагораживать территорию около школы. И это очень здорово, потому что дети могут видеть, что они собрали макулатуру, спасли деревья. И эти деревья увидеть персонально. Вот это дерево я спас. Да. А скажите, а в прошлом году в марафоне «Добрая ветка» вы принимали участие, да? Да, мы тоже собирали макулатуру. А, тоже собирали макулатуру. Успешно? В больших объёмах? Да, там было собрано около 8 тонн. 8 тонн. Ну, прилично. Хорошо, так себе представить, да. Мы проводим акцию по сбору макулатуры в вторичный бум среди ущедных заведений. И за прошлый год мы собрали 30 тонн по области. То есть вы не только в месячник вот этот вот работаете, а и так круглый год, да, работа идёт? В месячник мы именно меняем макулатуру на деревья. Ага. А весь год участия не принимают участие. Мы меняем наценные призы, там, констовары, бумагу. Ага. Ирина, скажите, вот по вашим оценкам, внимание к этой теме, к этой проблеме, оно увеличивается с течением времени? Конечно. Больше участников? Сейчас идёт год экологии. Поэтому все охотно рассказывают про экологию и приглашают нас. Но в целом я бы сказала, что познание молодёжи меняется. Они уже смотрят на мусор не как на то, что нужно выбросить, а как на ценные ресурсы, которые нужно вернуть в оборот. А тему раздельного сбора мусора вы тоже, да, продвигаете, вы сказали, да? Да, да. Насколько успешно? Мы высылаем методические материалы, и учители могут провести экоурок в своём классе и рассказать к раздельям про макулатуру, про второстывьём. Про вредные отходы. Да. Про полезные отходы. Про те же энергосберегающие лампы, которые уже не работают, да? Да. Батарейки и так далее. Да. Ну, то, что присутствует в нашей жизни, в жизни каждого из нас. Спасибо вам тоже. Удачи, Ирина Козловских, представитель фонда «Земля жизни». Эколог. Вот ещё об одной акции рассказывали. 22 апреля, да? Да, я хотела бы посчитать вам тоже по поводу сбора макулатуры. Дело в том, что учреждение сферы молодёжной политики активно участвует тоже в этом марафоне. И, соответственно, в городе Кирове можно принести макулатуру в клуб «Луч» на Калинина, 55, и также в Коминтерне, в микрорайоне ДСК. Можно сдать макулатуру в Центр Калейдоскопа по адресу улица 60 лет Комсомола, 17. То есть это уже совершенно любой человек, не обязательно организованный школьник, да? Да, не обязательно. Ксения, давайте мы не успели всё-таки ещё поговорить о том, чем эта неделя будет наполнена, да? Социальная. А у нас ещё экологическая впереди. Да, экологическая ещё впереди, да. Ну, я думаю, что всё-таки основной, конечно, акцией данной недели это станет акция «Спасём детей от туберкулёза». В чём суд, если кто не знает, то, что делаются своими руками белые цветы из бумаги, и затем волонтёры выходят на улицу и продают эти цветы. То есть, в принципе, там нет какой-то специально оговорённой цены, но те люди, которые покупают, да, кто сколько может, даёт эту акцию проводит детский фонд, российский детский фонд, уже не первый год. В принципе, очень многие с ней знакомы. Валентина Павловна Иванова, да? Да, Валентина Павловна, да. И очень многие в ней принимают участие. Когда будет она? Значит, акция вообще, в принципе, она уже идёт, но у нас в плане, если смотреть по календарю, на 14 апреля она назначена. Но я думаю, что многие уже начали продавать эти цветы. То есть, в пятницу у нас должно быть на улицах появится больше людей с белыми цветами, да? Да, если вы просто увидите на улице человека с этими цветами, то, конечно, не нужно обходить стороной, ничего не бояться, не удивляться, что это. А вот уже просто люди будут знать, что это такое. Ну, помимо этого, у нас, конечно, здесь неделя социальных акций, она начинается, во-первых, с уроков добра, то есть, где идёт именно уроки добра, то есть, пропаганда добровольческой деятельности, где волонтёры идут и рассказывают о том, что такое добровольец, кто это такой, что такое добровольческая деятельность, как им стать. А где рассказывают? Рассказывают в школах. Да, в основном, конечно, это всё-таки дети, которые ещё младшие школьники, например, да, вот, подростки, те, кто не слышал об этом никогда. А высшие учебные заведения, вы пойдёте? Я думаю, что есть те, кто и в высших учебных заведениях, то есть, сами же студенты, для своих же студентов проводят, безусловно, вот такие занятия. Также есть в неделе социальных акций обязательно мероприятия, посвящённые защите животных. Тема, это сейчас всё актуальнее, актуальнее, с каждым днём становится. В чём проявляться с тобой вот эта защита животных? Ну, во-первых, опять же, рассказывают детям о том, как нужно бережно относиться к животным, как ответственно, да, когда ты берёшь животное, вот, что нужно делать, чтобы оно не оказалось на улице, вот, и что нужно вообще делать, если вы хотите помогать бездомным животным. У нас же есть много организаций, которые сейчас занимаются бездомными животными. Но они вовлечены тоже вот в этот марафон, да? Да, безусловно, безусловно. Простите, вспомнил историю, которую Николай рассказал мне про хомяков перед эфиром. А, перед эфиром, да, как у меня дома жили 22 хомяка. Ну, я пожалел хомячику самочку и купил хомячка самочку. Сейчас стали 22 хомякова. Они очень быстро стали 22. Они небольшие, маленькие, симпатичные. Ну, вот можно поделиться добром и подарить их хомяков кому-нибудь. Ну, это было давно, их уже все. Я их продал, скажу честно. Ясно. Вообще, интересно, ещё такие мероприятия в неделю социальных акций, это уроки компьютерной грамотности, вы знаете, тоже очень популярны сейчас для пожилых людей. А, университет третьего возраста, так называемый, да, известный проект. Это организация, такая организация «Познание», которая проводит, например, уроки, не уроки, а занятия с дошкольниками по робототехнике. Вчера у нас в гостях как раз в программе «Оскрывашка», да? В программе «Оскрывашка», да? Замечательно. Они показывали нам то, что у них дети делают, это впечатляющая совершенно вещь. Тут просто весь стол был заставлен какими-то движущимися предметами, и очень такие мелкие совершенно люди, маленькие совсем люди, очень умно говорили о том, что они там делают. Потрясло просто. То есть организация тоже бесплатно проводит данные уроки, привлекает детей к этой теме. И еще в рамках недели социальных акций у нас есть запланированный квест-экскурсии знатоки родного города. То есть можно проведить различные экскурсии, то есть волонтеры на волонтерских началах собирают людей и вводят их по городу. То есть там еще в форме квеста такого, да? Да, то есть и в игровой форме рассказывают о нашем городе замечательно. Вводят их по городу, хорошо звучит. Вводят их по городу, да. Повели по городу. Кто-то водит, кто-то все-таки квесты проводит. Ну, этим специалисты занимаются, да? По истории? Ну, дело в том, что есть разработки. Вот у нас по марафону доброй территории есть целый сборник. И есть в партнерах те люди, которые являются специалистами данной области. И, конечно, вот свои разработки они бесплатно предоставляют, и по этим разработкам уже все работают. То есть те люди, которые пошли по городу, они вернутся все-таки обратно, да? Да, никто не потеряется. То есть есть шанс, что они будут возвращены в ту среду, из которой были изъявлены. Естественно, среду обитания, да. Так, хорошо, у нас пара минут остается буквально. Давайте про следующую, это еще неделю немножко поговорим. Неделя экологии. Да, неделя экологии. Значит, ну, нам уже очень хорошо, фонд «Земля жизни», да, фонд рассказал уже об этом. Именно о раздельном сборе домашних отходов. То есть сейчас вообще эти акции очень популярны. И популярна вообще эта тема утилизации опасных бытовых отходов. В частности, если мы уже слышали, мы недавно проводили акцию «Батарейки сдавайтесь». У нас была такая в городе Кирове масштабная. Мы собирали батарейки. Собирали там больше 300 килограммов. И благополучно сдали. Благополучно сдали на дальнейшую утилизацию в Куприд. Есть такое предприятие у нас городское. То есть вообще в этом году действительно очень много сознательных граждан приходило и приносили из дома вот эти батарейки. И говорили, что, ой, как бы хорошо, если еще куда-нибудь постоянно сдавать их. Вот, я-то в этом уже хотел сказать, да, чтобы как-то бы эту акцию так продлить. Чтобы были определены какие-то... Чтобы батарейки сдавались круглогодично. Места какие-то в городе были определены, куда можно было в любой день прийти и сдать. На самом деле, не будем говорить, какие, но есть магазины, которые собирают эти батарейки. В принципе, можно узнать. Слухами земля полнится. Ну, а так, конечно, все это, вы понимаете, что требует определенных бюджетных затрат, потому что все эти батарейки сдаются ведь не бесплатно, а тоже за это мы платим деньги. Да, мы тут недавно выяснили стоимость утилизации той же ртутной лампы. Что-то порядка 7-8 рублей нужно заплатить, чтобы ее приняли. Не всем хочется это делать. Особенно я к сознательности призываю именно предприятия и организации. Потому что бывали случаи, когда на эту акцию прям килограммами несут организации, они должны сами утилизировать, собственно говоря. Хорошо, когда на акцию еще несут. Хуже, когда их в лесу потом находят. Просто так? Ну, да. Ну, несколько слов о том, что по итогам марафона будет, собственно, какой-то разбор полетов будет. Будете оценивать эффективность проведенных этих прошедших трех недель? Безусловно, анализ работы всегда бывает. Ну, я думаю, что его проведет, конечно, главный организатор этого мероприятия. Мы поможем, соответственно. Да, Министерство спорта и молодежной политики. И, естественно, будут учтены все какие-то, может быть, минусы, если они будут. И плюсы, наоборот. То, что хорошо очень пошло, так сказать, в этом году эти акции. И в следующем году все это будет учтено. Еще хотелось бы сказать, что у нас итогом данного марафона всегда бывает в городе Кирове. Это торжественная церемония награждения тех волонтеров, которые приняли участие в акции. И мы приглашаем всегда в один из кинотеатров города. Мы там устраиваем бесплатный показ фильма. И благодарность обязательно вручаем от главы города. Когда это будет? В этом году это будет 27 апреля в кинотеатре «Дружба». Все, кто принял участие активные, а мы их учитываем, этих всех людей. Не просто так, что можно было до прийти. И обязательно всех поблагодарим. Ну что, продолжение вам успешного этого начинания. Завершение успешного начинания, чтобы оно не завершилось до 2 апреля, а продолжалось весь год. Спасибо. Ну и не исключено, что ровно через год мы снова будем говорить о третьем марафоне «Добрая ветка». Спасибо. Ксения Крашехина, главный специалист отдела по делам молодежи, управления по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации нашего города. И Юлия Барамзина, представитель некоммерческой организации «Будущее без насилия и наркотиков». Ну вот смотрите, быстрое время пробежало. Да, мы с Николаем не прощаемся, вернемся через 20 минут. Спасибо. 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 Спасибо.